всем привет на связи федор васильев у меня сегодня хорошее настроение потому что вышло обновление галереи версии 225 ребят с очень крутыми обновлениями давайте в этом видео я вам покажу что здесь новенького и вкусного начнем наверное самого интересного на мой взгляд это поддержка gif анимации ребят вы сейчас уже видите на своих экранах я залил гиф анимацию смотрите так же как и обычная картинка вы видите происходит гиф анимации причем если мы кликнем в лайтбоксе всплывает наше изображение с гиф анимацией но мы можем использовать гиф анимацию если нам это требуется только в миниатюрах то есть вот в этих вот маленьких картинках согласитесь это круто а при клике на изображение всплывает например такое же изображение но без анимации то есть заранее вами подготовленное как это работает в админке нашего сайта в нашей галерее заходим в папку с нашими изображениями находим наше изображение с гиф анимации ставим галочку видим его здесь прокручиваем чуть ниже и здесь есть альтернативное изображение кликаем и выбираем изображение то есть например без анимации на какой-то возможно такое же изображение но без гиф анимации нажимаем сохранить идем на сайт обновляем страницу в миниатюре гиф анимация мы это видим переклейки открывается например такое же изображение но без анимации следующее нововведение защитить наше изображение то есть категорию с изображениями паролем то есть какие-то например категории будут открыты в открытом доступе для просмотра а А какие-то категории мы можем закрыть паролем, если это необходимо. Это новая фишка, как это работает. Мы также заходим в админку нашего сайта. У меня здесь только категория 1. То есть вот категория 1. Я кликаю по этой папочке, и вот здесь у нас появился пасворд, пароль. Давайте посмотрим, как это работает. Пишу просто 123. Кстати, если мы забудем пароль, мы сможем здесь кликнуть на глазик, открыть пароль, увидеть. Какой пароль имеется. Ну или заменить данный пароль на другой, если это потребуется в любой момент. Например, пароль 123. Нажимаем сохранить. Так как у меня категория только одна, я обновляю страницу. Я кликаю на единичку категории, да. И я не могу перейти, у меня сплавит окно для ввода пароля. Давайте попробуем написать неправильный пароль. Сохранить. Ошибка. Теперь я введу правильный пароль. Сохранить. И доступ открывается. Если нам потом пароль использовать больше не требуется, мы просто его здесь удаляем и нажимаем сохранить. Далее появилась возможность быстро проставлять title, описание, alt для изображения из названия изображения. То есть, смотрите, кликаем напротив изображения, видим здесь нет ни заголовка, ни ссылки, ни краткого описания. То, что по идее нужно прописывать для каждого изображения вручную. Выбрали изображение, нажимаем вот здесь вот на эту иконку. И тут же проставляется, видите, в заголовке 777. То есть, именно так, как называется наше изображение. То есть, это тоже новая фишка. Также мы можем нажать на корень, выставить все наши изображения во всех наших папках и массово проставить эти тайтлы. Если зайдем в категорию, кликнем по каждому изображению и видим, что уже везде проставлены заголовки. Следующая новинка. Если мы выбираем изображение, то здесь, вы помните, есть такие инструменты, как вставить ссылку. Если мы кликаем, у нас появилась новая link picker возможность. То же самое, что и недавно появилось в Gridbox. То есть, для удобства, быстрого выбора ссылки, Gridbox, каких-то страниц, или меню, или еще каких-то дополнительных страниц. Все это поддерживается. То есть, очень быстро мы можем выбрать страницу для данного, например, изображения. Теперь новое обновление по поводу фильтрации. В прошлом обновлении компонента галереи мне не очень понравилось вот что. Смотрите. Я присвоил теги каждому изображению и хочу отсортировать. Например, я кликаю по тегу Porsche. Выскакивает Porsche. Но я хочу, чтобы одновременно мне показалось и Porsche, и Bugatti. Кликаю Bugatti. Что происходит? Что-то не очень хорошее. Мне нужно автомобиль посмотреть сразу и Porsche, и Bugatti. Но в новом обновлении сегодня это исправлено. Давайте посмотрим, как это работает. Ну и то же самое работает с цветами, кстати. Вот ниже. Мы переходим с вами в настройки, фильтр и теги. И вот она новая фишка. Мы здесь выбираем вот этот вариант. Нажимаем галочку. Нажимаем сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. Кликаю Porsche. Показывается Porsche. Кликаю Bugatti. Вместе с Porsche показывается Bugatti. Ровно так, как я считаю, что должно быть. То есть это очень классно. Разработчикам низкий поклон. Большое спасибо за обновление. Мы всегда с нетерпением ждем что-то новое, интересное. Спасибо, удачи и успехов вам. То есть вот такие вот обновления, ребят. И это еще не все. Если мы с вами кликаем на изображение, вы знаете, что здесь есть поделиться в соцсетях. Так вот. Разработчики добавили еще в социальную сеть Одноклассники. Это вообще огонь. Давайте посмотрим, как ее реализовать. По умолчанию данная кнопка выключена. То есть это поделиться данным изображением в соцсетях. Есть ВКонтакте. Хорошо. Но теперь есть и кнопка Одноклассники. Мы переходим также с вами в настройки. Lightbox. Заголовок. И вот они, социальные кнопки, которые мы можем отключать или включать. То есть какие мы хотим показать в социальной сети. А Одноклассники по умолчанию отключены. Мы ставим галочку. И сохраняемся. Идем на сайт, обновляемся. Нажимаем на кнопку социальные элементы. И вот она. Появилась кнопка Одноклассники, ребят. С другими изменениями и улучшениями вы сможете ознакомиться на сайте разработчика. Если данный компонент вас заинтересовал, компонент очень крутой. Вы, конечно, должны понимать, что он платный. И я могу вам предоставить 50% скидку на покупку данного компонента. Плюс пошаговые видеоуроки, как пользоваться данным компонентом галереи. Данные уроки и промокод находятся в моем пошаговом видеокурсе. Там вы найдете и другие полезные уроки. Ссылка на презентацию данного курса в описании под этим видео. На этом здесь все. И до новых видео, друзья. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hosting. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга Тестовый период. 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент. Возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. 3 года на рынке. Молодой хостинг. Это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok